Девушки отдыхают Как покорить Европу? Тема сегодняшнего эфира. Ну а в ящике у нас лежит предмет, который, может быть, и Европу-то, собственно говоря, не покоришь, зато с помощью него можно покорить противоположный пол. Ну, если для вас актуальна эта тема, как, вот вы задавались несколько раз вопросом уже на дню сегодня, как эту самую Европу покорить, этот старый свет, звоните к нам в студию, возможно, совместными усилиями, мы отгадаем, по крайней мере, противоположный пол выясним. 561733, телефон прямого эфира, ну и, конечно же, призы, призы, которые вы можете выиграть в случае правильного ответа. Журнал Телесемь, Телегид, журнал, в общем-то, все, что нужно для проведения досуга, а также, чтобы этот досуг скрасить, конечно же, наша мега-супер-пупер многолитровая кружка с логотипом нашей телекомпании. Да, но в гостях у нас сегодня певица, которая уже была у нас в студии, ну вот теперь она, не знаю, с 7 милинами или шагами, или нет, начинает покорять Европу, в частном случае Францию, Татьяна Лорис у нас в гостях. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Привет, привет. Ну как, покоряется постепенно? Покоряется, да. Ну вот расскажи, как туда попало, собственно, зачем, как вообще все это произошло в твоей жизни? Ну как попало, думаю, я не зря участвовала в прошлом году, позапрошлом году в международных конкурсах, да, на протяжении последних нескольких лет на международных конкурсах в Европе, и, соответственно, меня заметили, пригласили, выступила. Так, Евровидение пока еще впереди, мы еще об этом не говорим, но, друзья мои, Европоведы, которые знают, как покорять противоположный пол, звонят. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Валентина. Валентина. Ну, соответственно, замужем или нет? Замужем. Замужем. Значит, знаете, как это сделать, как покорить противоположный пол. Ну, сдался ж мужик все-таки. Что в ящике у нас лежит? Глобус. Что? Глобус. Глобус. Подарю-ка я тебе, Геннадий, глобус, покоришься мне. Слушайте, вот, значит, противоположный пол, это, то есть, мужчина в вашем случае, да, вот, соответственно, будущему мужу вы показали глобус, и он так, и был просто сражен, поражен, покорен, да? Так, наверное, да. Да, тем не менее. Хорошо, версию приняли. Версию приняли. Напомню еще раз вопрос. В ящике у нас лежит предмет, с помощью которого можно покорить противоположный пол, а не Европу. Ну, Европу, наверное, тоже, кстати. Ну, я сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который нам расскажет о тех людях, россиянах, которые уже покорили не только Европу, но и весь мир. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не менее знаменитый спортсмен, покоривший мир, хоккеист Александр Овечкин. Он дебютировал в сборной России в 17 лет и оказался самым молодым игроком за всю ее историю. Своей игрой спортсмен покорил не только Россию, но и Америку. Уже несколько лет Александр играет за Вашингтон Кэпитон. С этим клубом он подписал 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов, который стал самым дорогим за всю историю хоккея. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще один яркий пример русской популярности – модель Наталья Водянова. По счастливой случайности девушку из Нижнего Новгорода заметил агент известного мирового агентства и предложил ей работу в Париже. Наталья работала со всеми знаменитыми кутюрье, снималась у лучших фотографов, становилась лицом популярных брендов. А редакторы глянцевых журналов хотели видеть ее на своих обложках. Таких примеров покорения мира немало. Ведь если очень захотеть, то все получится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, действительно, если очень захотеть, то все обязательно получится. У нас есть звонок, у человека захотел нам дозвониться и дозвонился. Алло, здравствуйте. Алло, как зовут тебя? Ульяна. Ульяна, очень приятно. Как ты думаешь, как же можно покорить противоположный пол, что она слежит там? Ну, я думаю, духи. Духи, спасибо большое. Принимаем твой вариант ответа. В конце программы знаем, что же мы туда спрятали. Итак, Тань, все-таки вернемся к тому, как ты там Францию покоряешь. Париж, давай конкретно, про Париж. Все, вот приехала, увидела Париж, но не умерла. Чуть-чуть не умерла. Очень красивый город. На самом деле романтический. В нем как-то, я даже не знаю, атмосфера такая, она вот влюбленности. Ну, и творчество. И творчество, да. Безусловно. Вот пригласили, сказали, Танечка, надо попеть. Причем не просто попеть, да, а хороший брак. Ну, как это был конкурс или что это? Меня пригласили в качестве крестной. Крестная – это у них такая фишка. Я была, как бы, главным таким объектом внимания на вечере. Вечер этот был конкурс молодых исполнителей. Подожди, то есть свадебный генерал такой, крестный, поехали. Ну, ты там пел что-то, естественно. Да, да, естественно, русские песни или нет. Да, русские и немножко английские. А как же твоя фишка танцы, анекдоты, все? Нет, я решил без них обойтись. Давайте послушаем еще звонок. Так, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер, как вас зовут? Надежда. Надежда. Итак, Надежда, что же может помочь покорить противоположный пол, да и Европу в том числе? Ну, не знаю, я думаю, что если путевка по Европе. Так, а вот когда противоположный пол, давайте как-то еще подумаем. Ну, не знаю, я думаю, что приятно будет, если такой сделать подарок. Позар, ну, ладно, что ж, действительно, почему бы и нет. Хорошо, спасибо большое, а мы вновь возвращаемся к интересующей нас теме. Итак, спела Крестная Татьяна, Татьяна Крестная, спела там. Ну, что это за конкурс, соответственно? Молодых исполнителей, да. Французских именно, да, исполнителей? Да, французских исполнителей, да. Ты была в роли иностранной звезды, можно сказать. Да, да, в роли вот приглашенной такой вот русской певицы. То есть русских там любят в Париже? Очень любят, да, очень любят русскую культуру, русские песни. Вот, на самом деле, конечно, любят, хотели бы послушать от меня, услышать русский фольклор, но... Очень черные, что еще, конечно же. Да, ну, какие-то романсы, но я думаю, если еще раз поеду туда, я точно знаю, что поеду, я ему вспомню, да. Подожди, но тебе же приходилось петь-то на французском языке, а это все-таки не самый твой любимый, скажем так, и который ты знаешь, да? Почему? Так, вот теперь давай приоткрывай, это все... Почему? Нет, французский мне очень нравится. Ну нет, всем нравится. Я тоже учусь, да. Шершель-а-фам, параллевы-франция. Нет, на самом деле, очень такой мягкий язык, то есть после английского, конечно, у меня идет уже второй по фавору, такому, favorite language, и я его учу. А третий тогда какой? Испанский? Третий, ну, думаю, да, испанский, потому что итальянский. Я еще не привиделся, так подумал. Так, примем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Вы в эфире? Да. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, очень приятно. Чем же вас можно покорить, как вы думаете? Ну, я женатый человек, меня жена покорилась 17 лет назад своим сердцем, любовь к своим сердцам. То есть маленькое сердечко лежит в этом ящике. Бах, слава богу, бархатная. Ну, все, может быть, очень так романтично. Спасибо большое за ваш вариант ответа. В конце программы узнаем, что же там спрятано. Да, на улице идет дождь, а у нас идет программа, сыграй в ящик, мы продолжаем звонить. Легко ли вообще далось тебе французский язык, тем более песни исполнительные? Ну, не легко, конечно. Ну, в принципе, какие-то азы я немножко выучила на французском языке. А вот песни, когда записывала... Да, кстати, еще один момент. Я заключила контракт со звукозаписывающей компанией во Франции. То есть ты будешь писать альбом там дебютный? Да. То есть мне уже предложили песни, уже три песни на французском. Я записала их. Вот было нелегко, конечно, когда я первый раз пела. Меня вообще не поняли. Вот мне интересно, давно тебя как бы знаю тогда, уезжала в Венгрию, на Мадьярском пела, во Францию на французском. Так вот объедешь всю Европу, будешь полиглотом в каждой стране, на родном языке. Конечно. Русский-то не забудешь? Ну, вот, кстати, когда я вернулась немножко так, хотела сказать где-то на французском, в магазине, например. А потом, слушай, бонжур, а почему бы нет? Да, почему? Ну, и опять же, какой-то шарм такой всегда. Русские люди вообще любят иностранцев, да? И, по крайней мере, уж обманывают, а продавцы не будут. Ну, иностранец, мало ли. Тем более, такая симпатичная девушка. Продолжаем общаться. 56-17-33. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна. Узнали? Как покоряли, ну, я не знаю, мужа? Ну, коль духи сказали, я вообще-то думаю, что духи. Ну, и второй вариант у меня – это шляпка. Такая кокетливая. Кокетливая шляпка? Да. То есть, ну, я не знаю, в какие времена там, да? Ну, скажем так, лет 10 назад, когда с мужем начинали знакомиться, все решила шляпка, да? Я понимаю. Ну, перешла в последнее время. Когда начинала, еще нет. Была молодая. Все понятно. Спасибо большое. Шляпка и кокетливая, значит, маленькая такая. Таня, вот интересно, почему все-таки в России вот не нашлось какой-то компании звукозаписывающей, продюсеров? Почему во Франции-то? Почему в своей стране-то как-то? Не знаю, не знаю, почему так... Не, подожди, стой, что значит, не нашлось. Вашу песню, дуэт, да, крутят на русском радио. То есть на всероссийской станции? Ну, нет, пока не всероссийской, пока в таком формате города, области. Какой? Тамбовский. Наши тамбовские, да, не важно. Подожди, стой, уже. Какая разница? Это один из таких рейтинговых, да, станций? Я думаю, что это, да, но для нас, как бы, это первый этап, да. Я думаю, что не за горами уже и формат такой общероссийский. То есть качество устраивает, поэтому можно с этим качеством совершенно спокойно. Уже по московским каким-то лейблам уже ходить и говорить, ребята, вот есть уже готовый клип есть. Мы кусок даже, по-моему, здесь смотрели, фрагмент песня есть. Ну, альбом дебютный, опять же, во Франции запишут. И вперед, Москва! Что такое Европа по сравнению с Москвой? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Валя. И я думаю, что это сумка. Сумка? Сумка с едой, надеюсь, так? Нет, нет, нет. Ну, просто сумка элегантная, красивая. Нет, ты знаешь, ну, как раньше говорили, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Нет. Нет, все банально и все проще. Сумка. Увидел хорошую, красивую сумочку мужик, обомлел. И все, он теплый, берите его, как говорится. Готовенького. Хорошо, спасибо, посмотрим, действительно, в конце программы, и, может быть, там, действительно, у нас, скажем так, сумочка, да? Какие планы еще после приезда, всего лишь недели прошла, ну, о планах-то можно же сразу говорить уже? О планах, естественно, о планах выпустить свой альбом. Это вот уже точку, да, собираешься, так? Да, да, да. И снять клип на одну из французских песен. Еще и клип. И клип. То есть, контракт все обговорено или нет? Да, 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 все, да, это будет. Ну, предоставляет какие-то условия, да, наверное? Естественно, сниматься будет клип во Франции. С Ришаром, ну, как всегда, нет? Я думаю, что какой-нибудь красивый французский актер. Ну, у Дизи какого-нибудь, или там, ну, что-нибудь. Мало ли во Франции красивых артистов, друзья мои. Можно, конечно, и русских брать. Аля, такая французская. Еще есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Лена зовут. Очень приятно. Я думаю, что в ящике лежит косметика. Косметика. Спасибо большое. Целая косметичка. Да, спасибо. В конце программы узнаем, что спрятали. Сразу, прям вот, чтобы это, успеть. Как ты думаешь, чтобы покорить, там, ну, ту же самую Европу, ну, не важно, там, Францию. Латинскую Америку. Ну, не суть. Это какое-то дело вообще случая, там, оказаться в нужном месте в нужное время, или все-таки нужно работать, пахать, трудиться, и только вот талантом и своим трудом можно тогда чего-то добиться? Ну, здесь как бы двоякое. То есть, иногда бывает дело случая, да? То есть, повезло, судьба так распорядилась. А когда-то все-таки нужно, вот, где-то себя показать, то есть, талант свой показать, и, соответственно, работать, всегда работать над собой, менять что-то, если, грубо говоря, там, что-то не устраивает, да, то... Ну, знаешь, какие-то слабые места, нужно их прям тут же убрать, да, не выдерживать. Хорошо, еще следующий звонок принимаем. Алло, как вас зовут? Добрый день, Наталья. Добрый вечер, да. Как вас зовут? Наталья. Наташа, ну, вот, как покорить сердце мужчины? Версий-то много. Ну, мы так говорим, сердце мужчины, да? Просто покорить противоположный пол. Какой секрет вы нам можете раскрыть? С помощью чего это можно сделать? Ну, с помощью знаний и эрудиции. То есть, словарь толку-гого-языка? Уже-гого? Ну, возможно. А может быть, словарь французского языка. А, вот все-таки, да, ну, то есть, Татьяна сказала, что было несколько раз даже желание в магазине сказать что-нибудь так на иностранном, на французском языке. Да. Татьяна, что запомнилось вообще из поездки? Естественно, помимо того, что подписала контракт. Слушайте, девушки реально думают, что любят умных. И вот умные девушки вызывают сразу симпатию. Ну, почему нет? Ладно. Очень даже. Ладно, 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 хорошо, да. Что запомнилось? Естественно, природа, это замки, деревья, они необычные там. А эфиревая башня одна чувствует, да? Необычная. Да, да, очень необычная. Вот понастроили это так. Ну, и, соответственно, отношения людей друг к другу, то есть, если у нас в России они как-то, ну, мы друг другу, ну, невнимательные, наверное, как-то, грубые. А во Франции, ну, как-то вот... Более доброжелательные. Более, да, доброжелательные, внимательные. Даже вот в супермаркете с тележкой друг к другу вот выступает место. Помогает толкать даже иногда. Да, да, и иногда даже такое. А они все как толкают и толкают. И все это с улыбкой, причем всегда с улыбкой. На Монмартре была? Да. Ходила художники там, это уличные, все. Портрет не заказала? Нет, нет, я не люблю портреты рисовать. Нет, ну, там, во-первых, там и дешево, раз, во-вторых, нет, как раз вот именно... Очень даже хорошее? В французске на Монмартре, это что? Это как раз толстый. Ну, значит, еще раз, когда приеду, нарисую. Все, монетки там никуда не бросала? Бросала. Все, что осталось, все милости. Давайте послушаем еще один звонок. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, как вас зовут? Людмила. Людмила. Как покорить, как покорить представителя, ну, совершенно другой половины человечества, сильной половины, как вы думаете? Я думаю, что путь мужчины лежит через его желудок, там лежат какие-нибудь сладости, то есть продукты. Продукты, сладости, так. Хорошо, а если в обратную сторону, то есть мужчина, чтобы покорить сердце? У нас же универсальное средство должно быть, наверное, нет? Ну, а мужчин, женщин какой-нибудь, цветы, например. Так, вот теперь, смотрите, у нас две версии уже появилось, да? Да, уже две версии. То есть съедобный цветочек какой-то должен лежать, судя по всему? Нет, я думаю, что все-таки там лежат сладости. Сладости. Хорошо, спасибо большое. Ну, вы знаешь, вот, опять, кстати, я не обращаюсь, выходили сегодня на улицу с таким же вопросом, как, что нужно сделать, чтобы привлечь внимание хотя бы, просто привлечь внимание представителя, ну, скажем так, противоположного пола. Что из этого получилось, давайте посмотрим. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Хорошо. Так что готовьте лучше, девочки. Выбрать порядочным, хорошо быть одет. Ну, прическа, так же телосложение. Она должна быть умной, самостоятельной. Я никакого секрета не знаю. Выглядеть как мужчина, да? А не быть таким хламурным. Туда-сюда, туда-сюда глазком стрелять. Поухаживать, не знаю, дать домашнее задание списать. Купить ей айфон. Но только это дурой какой-нибудь. Вот такие вот версии разные, конечно, были. Это то, что, ну, скажем так, оставили, конечно. Давайте еще один задок послушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Любовь. Любовь. Откуда вы звоните, Любовь? Где живет Любовь у нас сегодня в эту дождливую погоду? В Стамбовской области. Ну, логично. Я понимаю, что область Стамбовская. Конкретно место. Старо-Юрьево всего. Старо-Юрьево. Я думаю, может, просто вы уже настолько знаете, как привлечь внимание противоположного пола, что просто шифруетесь и не называете место. Ну, чтобы тайну свою не раскрыть. Ювелирные тела, я думаю, там лежат. Вот так вот. То есть вы своему мужчине подарили ювелирные изделия, чтобы привлечь его внимание. Да. Ну, да. Ну, да. Спасибо большое за звонок. Скоро уже, да, узнаем, что спрятано. Таня, вот конкурс Евровидения у нас прошел недавно. Вот как ты вообще относишься к этому конкурсу? К этим шоу-конкурсам, да. Это, в общем-то, не отрицательно. Концерт. Даже немножко положительно. Понятно. Ну, а вот всякие скандалы, все, что с такими международными конкурсами как-то параллельно идут, это нормально? Скандалы, я думаю, всегда нормально, потому что... Лишний пиар не бывает лишним. Да, никогда не бывает лишним. Но я думаю, что Евровидение все-таки больше политический какой-то конкурс. Как-то... Его же называют конкурс соседей. Да, да, да. С соседям, как говорится, побольше. А остальным так, можно даже не давать ничего. Ну, подожди, а у нас точно так же. Кто к нам в гости приходит, рядом живет, мы всегда с ними. Ну, потому что соседи. Ну, однако же Украина-то нам не дала, кажется, ничего. Ну, там же конкуренция шла очень-то, прямая, поэтому... Газ там. Очень умные ребята. Нет, это ты опять, вот, видишь, ты сразу политику решил подсунуть. Да, нет, там все по-другому. Насколько, ну, скажем так, ты же видел конкурс молодых исполнителей французских, да? Насколько у них вот разнообразные певцы, певицы вообще выступают? На самом деле, вообще меня что покорило, вот, именно в конкурсе, да, во Франции. То, что, например, если сравнивать где-то в России конкурсы, ну, во Франции, да, вот, например, то, конечно, вокальное, вот, у них развитие, ну, я не знаю, насколько, ну, очень высокое, то есть выше, чем в России. Я не знаю, как это можно объяснить, но голоса у них просто... То есть по количеству музыкальных школ мы реально проигрываем, что ли? Просто идеально, да. На самом деле. Это может быть как-то исторически просто место такое, где... или французский... Голос такой... Нет, просто я думаю, что зависит всё от языка. Да, то есть французский язык, он как-то более такой вот... Шансон. Это шансон. Ну, расположенный вот именно к пению, то есть к извлечению, правильному извлечению звука. Понятно. Вот внутренний голос, который мне постоянно в ухо что-то шепчет такое. Хотел бы услышать, как ты поешь, а ты на французском языке. Буквально пару строчек, я прикрою. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Танюш. Удачи. Конечно, тебе в дальнейшем. Я думаю, что это не последнее выступление и в нашей программе. Ну, с дебютным альбомом должна куда-то прийти и нам показать же. Естественно, приду. Так, ну что, нанобарабаны, ты не знаешь, это такие тоже музыкальные инструменты, но в правом полушарии почему-то у меня всегда срабатывают в конце программы и говорят, открывай быстрее, открывай, ящик мы узнаем, что же может нам привлечь, понимание, помогает привлечь внимания противоположного пола. Духи, друзья мои, конечно же, ароматные, великолепные духи. Почему положили, сейчас узнаете. С момента изобретения духов покорять противоположный пол стало проще. Запах летних цветов или свежих фруктов подсознательно вызывает у человека положительные эмоции. Пара комплиментов, улыбок, лёгких прикосновений, ароматные духи, перед таким набором никто не устоит. Ну что ж, Ульяна, поздравляем тебя с победой. Спасибо. Молода, но уже какая вот всезнающая девушка. Сведомлённая, да, сведомлённая. Ну вот что значит по поводу привлечения. Как покорять, да. Ульяна, не кладите трубочку, сейчас тебе расскажут, как забрать подарки. Мы ещё раз тебя поздравляем. Таня, большое спасибо, что пришла, что спела. Действительно потрясающе французский язык, тоже мне очень сильно нравится. Ну и потом, конечно же, с дебютным альбомом, ну если тебя там, конечно, там какие-то всероссийские каналы не перехватят. Я обязательно к вам приду. Приходи к нам, будем ждать. Да, ну а мы, как всегда, после программы опять продолжим петь, ну теперь уже с танцами и анекдотами. И в французском языке теперь, да, дорогие друзья. Передаём слово нашим коллегам с программой «Область новостей». Увидимся с вами в среду. Учите иностранные языки, пригодится. Всё добро, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!